как стать миллионером 30 годам как разбогатеть как стать миллионером темы табу а когда кто-то говорит что можно стать миллионером 30 годам это может показаться не более чем фантазии что ж эти темы не должны быть табу и да это возможно когда мне было 21 год я закончил университет без денег и в долгах а к 30 годам я уже был миллионером вот 10 шагов которые гарантируют вам что к 30 годам вы станете миллионером первый шаг нацеливайтесь на деньги в сегодняшней экономической обстановке невозможно стать миллионером с помощью экономии первое это целенаправленно и пошагово увеличивать свой доход и продолжать в том же духе начните нацеливаться на деньги и вам обязательно придется научиться контролировать свой доход и видеть разные возможности второе не прихоти а приходите я купил первую роскошную машину и роскошные часы только после того как у меня появились многочисленные и устойчивые источники дохода когда я стал миллионером я все еще ездил на тойоте камри лучше быть известным другим своей трудовой этикой и дисциплиной а не за то что у вас вешенебельные побрякушки 3 копите чтобы вкладывать они чтобы копить есть лишь одна причина копить деньги чтобы вкладывать их кладите деньги на застрахованные счета и пускай эти счета будут для вас неприкосновенными даже сегодня по меньшей мере два раза в год я остаюсь совершенно без денег потому что вкладываю весь избыток туда откуда я не могу забрать деньги обратно четвертое избегайте долгов которые не окупаются пусть у вас будет правило что вы никогда не берете в долг если не заработаете от этого как-то я взял деньги в долг это было только для того чтобы купить машину потому что я знал что она поможет мне повысить доход богатые люди пользуются долгами чтобы получать наибольшую пользу а бедные пользуются долгами чтобы сделать богатых богаче 5 любите деньги как ревнивого любовника деньги будто ревнивый любовник попробуйте только не обращать на них внимание и они прекратят обращать внимание на вас или даже уйдут кому-то кто больше их ценят шестое деньги не спят деньги ничего не знают о часах расписаниях и праздниках и вам тоже стоит забыть об этом деньги обожают людей с хорошей трудовой этикой дисциплины когда мне было 26 лет я работал в розничной продаже и должен был закрывать магазин в 19.00 если бы вы заглянули туда то увидели бы что чаще всего я был там и в 23.00 не старайтесь быть самым умным или удачливым главное работайте больше всех остальных 7 зачем быть бедным было время когда я еле-еле сводил концы с концами и это совсем не весело избавьтесь от каких-либо представлений что почему-то нормально быть бедным билл гейтс говорил если вы родились бедным это не ваша ошибка но если вы бедным умрете то ваша 8 найдите себе консультанта миллионера я изучал и изучаю миллионеров чтобы понять их и делать тоже что и они найдите себе консультанта миллионера и разберитесь в том что он делает очень многие из богатых людей очень щедры и готовы поделиться знаниями и другими ресурсами 9 пусть ваши деньги выполняют большинство работы капиталовложения это ваша путеводная звезда на пути к тому чтобы стать миллионером вы должны больше получать от инвестиций чем от работы но если у вас нет избытка в доходе то вы не сможете вкладывать когда я основал свою вторую компанию нужно было 50 тысяч долларов эта компания возвращает мне 50 тысяч долларов в месяц мое третье вложение было в области недвижимости и туда было вложено 350 тысяч только ради вложений стоит выполнять все остальные шаги и ваши деньги и вложения должны делать за вас большинство всей работы 10 нацеливайтесь на 10 миллионов они на 1 самый самый моей серьезной ошибкой в финансах было думать не достаточно по крупному я советую вам нацелиться не просто на 1 миллион на этой планете нет нехватки денег а есть лишь нехватка людей с достаточно высокими целями применяйте эти 10 шагов и вы добьетесь богатства держитесь подальше от людей которые рассказывают вам что у вас алчные мечты избегайте всяких махинаций которые обещают молниеносное богатство будьте этичны никогда не сдавайтесь и тогда вы добьетесь цель